В преддверии Международного дня пожилого человека, Оргкомитет по подготовке и проведению месячника, посвященного Дню пенсионера Свердловской области в Артёмовском городском округе, собрался, чтобы подвести его итоги и поделиться планами на будущее мероприятие, связанное с этими праздниками. По вопросу об исполнении обращения пенсионеров, проживающих по улице Дзержинского, дом 22А управляющей компании, информацию принять к сведению и произвести в ухостровы у тротуара по улице Дзержинского. Ответственный Исааков Евгений Васильевич, директор МБУ ОГО «Жилкомстрой». Ухостровы произведен, контроль также произведен Евгением Васильевичем, также убран мусор по бакуару по улице Дзержинского. По обращению Сахару и Лене Борисовне, предложение в план мероприятий по проведению Дня пожилого человека на территории Артёмовского городского округа в электронном виде в соответствии с формой, направленной в срок до 25 сентября 2015 года, проект постановления готов, проходит процедура голосования. Работа по заявкам людей пожилого возраста Артёмовским жилкомстроем продолжается, так же, как и прием самих заявок. Сфера ЖКХ – одна из наиболее проблемных. Решить все вопросы разом, конечно, не получается. Однако, по мере возможностей, коммунальщики стараются оказывать необходимую помощь. Было обращение Совета ветеранов по оказанию помощи в составлении смерти. Но это уже, то есть… По ремонту офиса? Да, сначала было по отоплению, потом этот вопрос отпал. Следующее обращение было уже в составлении смерти на капитальный ремонт всего помещения. Это мы еще не сделали, этого планируют. Вопросы здоровья особенно актуальны для людей пожилого возраста. Годы, труда на благо своей малой родины и страны в целом не прошли даром. Подавляющее число людей преклонных лет просто не могут обойтись без медицинской помощи. Что касается, вот за последние недели период, было осмотрено, там, когда специализация 123-е века, также проведен флук здоровья, полковые гречи 24-е, посетили нас 12 человек. И школа здоровья проведена за этот период, где школа здоровья – это локтёры, скаталитивники, баланские коллективники. Но в остальном все попало. Очень важно, чтобы заслуги людей пожилого возраста были отмечены. Сами они не были забыты. Ведь даже в самой сложной ситуации они становятся для нас примером стойкости и жизнелюбия. Управление социальной политики нашего муниципалитета активно занимается работой в этом и других направлениях. Провели за данную неделю 14 мероприятий. Знаковые мероприятия – это жественное вручение знаков отличия Сверхозской области, Совет для любовь, семейные пары. Здесь, нужно сказать, вместе с администрацией, с управлением культуры отличная работа. Получилось очень интересно. Лена Аркадьевна участвовала в мероприятии. До пяти часов продолжалась Лена Аркадьевна, потом гармошки пошли там и так далее. То есть достаточно неплохо. Торжественное вручение – удостоверение ветерана труда Сверхозской области. Тоже фестиваль народного творчества «Есенская Русь». Это было у нас в Горняке 26 числа. И вручили ветерану труда Сверхозской области удостоверение. Тоже с управлением культуры. Тоже отличное мероприятие. В плановом режиме также работают школы пожилого возраста, где изучаются наиболее востребованные предметы. Компьютерная грамотность, садоводство и огородничество, творчески прикладная деятельность. На территории поселка Болонаш появилась площадка по обсуждению вопросов активного долголетия. Очень важно и знаково, что все эти и многие другие мероприятия проводятся в тесном взаимодействии структур администрации и других организаций муниципалитета. Что у нас на окончании, так скажем, месячника, это продолжаем вручение персональных поздравлений президента Российской Федерации. Дальше, первого числа у нас в детском центре и во взрослом центре мы проводим мероприятия для наших ветеранов системы социальной политики. Вот, второго числа совместный выезд на итоговое мероприятие пяти ветеранов, два от нас и от совета три ветеранов. Вот, в этом театре эстрады. Также продолжаются школы пожилого возраста. Идут поздравления с Днем пожилого возраста. Мероприятия, которые запланированы по плану, мы проведем и достаточно неплохо войдем в месячник пожилого человека. Не забывают своих ветеранов и в артемовских службах, и в ведомствах. Так наши пожарные наладили собственную линию помощи тем, кто посвятил свою жизнь службе в рядах огнеборцев. Оказывается помощь нашим ветеранам пожарной охраны. То есть, наш личный состав приезжает домой к нашим ветеранам и оказывает помощь по уборке придомовой территории, полке дров, ремонту бытовой техники, мебели и так далее. 9 октября 54-й пожарный отряд отметит свое 15-летие. И на празднование, конечно же, приглашены все ветераны, которые, к слову, не теряют формы и активно участвуют в спортивных и туристических мероприятиях. Не забывают своих ветеранов и в сфере образования. Горкомом профсоюза за данный период проведены такие мероприятия, как экскурсии для ветеранов педагогического труда в музей села Миронова, Варамашево, в школу 56. В школе 56 прошла экскурсия и чаепитие. Кроме того, ветераны педагогического труда участвовали в туристическом слете, Токровский привал, заняв, как и обещали, первое место. Приятно, что заботу о ветеранах и пенсионерах проявляет подрастающее поколение артемовцев. Пожилые люди часто сравнивают их работу с незаслуженно забытыми тимуровцами. Вот буквально 25 сентября в селе Писанец воспитанники клуба «Изумруд» помогали ветеранам, причем здесь даже не только заявки поступали, а сами воспитанники выходили и предлагали помощь. Также 24 сентября члены Российского Союза молодежи, инвалиду второй группе, пенсионерки приобрели продукты питания в рамках этой акции. Воспитанники клуба изготовили своими руками подарки для пенсионеров. Это воспитанники клуба «Кварц» в поселок Красно-Гвардейский «Четыре тросточки» и в городе Артемский клуб «Темп открытки». Пенсионерам и ветеранам положены определенные льготы, есть возможность получения тех или иных субсидий. Однако многие из них не знают, как это сделать, им необходимы консультации специалистов, которые идут навстречу людям пожилого возраста. Было принято и проконсультировано 84 человек всего, по субсидии 37, по компенсациям 47. Проводили участие в консультировании граждан, правда никто не пришел в ОФЦ, но факт был у нас такой, я отсчитываюсь. Следующее. В центре мы проконсультировали по линии горячей линии, по субсидиям 56 человек, по консультациям тоже 56 человек. Какие интересные цифры совпали у нас. Затем сам лично принял я двух граждан, и мы проводили день открытых дверей 24 сентября. В этот день в рамках месячных пенсионеров прием ввели в том числе начальники отделов, ну и я в том числе участвовал, прямо в приемном зале. Свою лепту в оказании необходимой помощи людям пожилого возраста внесли и артемовские средства массовой информации, которые постарались сделать важную для них информацию доступной. Благодаря вам еженедельно выходило объявление о горячей линии, согласно которой поступали звонки, и также средства массовой информации, это местное телевидение, по радио еженедельно, ежедневно было объявление о приеме звонков и рабочей горячей линии. То есть благодаря средствам массовой информации мы могли бы взаимодействовать с нашими ветеранами. Включиться в работу с пожилыми людьми должны не только муниципальные службы и ведомства. Важно, чтобы все артемовцы постарались сделать так, чтобы наши пенсионеры и ветераны ощутили наше к ним уважение и любовь. Рекомендовано также всем руководителям предприятий, учреждений, организаций, всех фонд собственности, которые осуществляют свою деятельность на территории нашего округа, провести мероприятие, посвященное международному пожилых людей и оказать помощь и поддержку нуждающимся предстоянным гражданам. Делясь планами на будущее мероприятие, необходимо четко мониторить качество уже прошедших. И в этом вопросе главное слово должно оставаться за самими пенсионерами и ветеранами. По всем мероприятиям выполнения замечаний не было. Было только одно пожелание. Попросили передать, что нынешнее выполнение, нынешнее празднование, точнее, месячника пенсионеров отличается в положительную сторону от прошедших лет. От прошедших лет. И от Совета ветеранов попросили передать спасибо большое всем, кто проводил мероприятие для ветеранов, кто участвовал, кто принимал участие. Спасибо большое. Принимая во внимание мнение пожилых артёмовцев, Оргкомитет решил в следующем году расширить не только перечень мероприятий для них, но и сам состав Оргкомитета за счёт предприятий и организаций муниципалитета. Почему, вот Виктор Арсентьевич говорит, нынче отличается подъём более массовый, потому что у нас и Оргкомитет более массовый, а если мы его ещё в два раза расширим, то ещё больше привлечём людей к этим мероприятиям. Пожилых артёмовцев ждёт ещё немало приятных сюрпризов и событий, подготовленных в рамках общего плана. Однако самое главное, и это нужно повторять постоянно, общее отношение к нашим ветеранам и пенсионерам со стороны простых жителей нашего муниципалитета. Непрерывное внимание и готовность помочь в трудную минуту.